Аплодисменты Сегодня снова я пойду Туда, на жизнь, на торг, на рынок И войско песен поведу С прибоем рынка в поединок Очень часто эти строчки Велимира Хлебникова Начинают мои выходы на сцену Правда, когда я произношу войск песен Я имею в виду прежде всего поэтическое войско Потому что прежде рождения песни В душе поэта рождаются стихи Ну, правда, когда это действительно стихи А не зарифмованная посредственность Так вот, они жили, живут параллельно с песней И будут жить И в самих книгах, и в памяти читателей И в устах потрясающих мастеров художественного чтения Когда я начала выходить со своими первыми песнями Это Новелла Матвеева, Булата Куджава Я психологически ощущала себя в жанре стиха Потому что они были в такой разговорной тональности Это летняя ночь была Теплая, как зола Так незаметным шагом До окраин я дошла Но наступил какой-то момент Когда я поняла, что одной разговорной тональностью В песне не обойтись Вот поэтому понятно, что музыка к ней Приходит дать ей крылья Вот книжечка «Черная шкатулка» Мне ее подарили в 1969 году Тогда этой книгой увлекалась вся молодежь Написана на титульном листке Напевы, баллады, романы Эта книга была написана В основном с ощущением Очень недавней катастрофы Второй мировой войны И сейчас Мне хотелось бы начать с того Чтобы перелеснуть одну из страничек Этой книги Субтитры создавал DimaTorzok Никто не заметил Что в прошлую войну Пропал без вести Мальчик по имени Давид Его последний вопрос был Господин учитель Отчего происходит слово «гетто»? Не от «геты»? Субтитры создавал DimaTorzok Когда дети начинают спрашивать Самое ужасное Когда они спрашивают Почему и что И когда и кто И опять почему Самое ужасное Когда они уставятся на вас Своими чистыми глазами Черными Или зелеными С точечками Или синими Такими синими Такими синими Что в пору захлебнутся Самое ужасное Когда они смотрят на вас Снизу вверх И все они родились До войны, пани Во время войны И после Сними 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 Продолжение следует... Представляешь? Понимаешь, я представил себе, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, вожжи тысячи малышей, А кругом ни души, ни одного взрослого, кроме меня, а я стою на самом краю скалы над пропастью, И мое дело ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть, понимаешь, они играют и не видят, куда бегут, А тут я подбегаю и ловлю их, вот и вся моя работа. Вот там, ловите ребятишек над пропастью, воржи. Понимаю, это глупо, Но это единственное, чего мне хочется, а настоящее. Наверное, я дурак. АПЛОДИСМЕНТЫ Как жаль, что я слишком поздно научился любить птиц, Но теперь все уладилось, к счастью, мы теперь понимаем друг друга. Птицы не обращают внимания на меня, я на птиц, никакого внимания. Я просто на них смотрю, я им не мешаю, пусть поют, пусть летят, Ведь птицы сами хотят, чтобы все хорошо получалось. Они подают нам пример. В нем солнце и ветер, и небо с его глубиной, И полет, и пение в лучах заката, Пример доверия и верности, Пример птиц, пример птиц, Пример птиц, настоящий пример, Кролатый. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот действительно, для меня поэзия, Она не ограничивается только стихами, ритмами. Она, наверное, еще в том, Чтобы у человека рождалось особое зрение и слух На какие-то вещи очень тонкие, очень красивые, невероятные. И вот, когда я прочитала тоненькую книжку Нашего великого клоуна-мима, Леонида Гибарова, Я поняла, что я читала книжку поэта. Ну вот, послушайте. АПЛОДИСМЕНТЫ В городе был конец апреля, Снег на улицах стаял, Земля во дворах и скверах Просохла, Чувствовалась, Что вот-вот начнется. По ночам Голые ветки деревьев прислушивались, Не началось ли уже. И вдруг В одно тихое светлое утро Где-то на подоконнике Заброшенного чердака Зазеленел маленький листочек. Тотча же Зеленое пламя Этого листочка Перекинулось На черневшие внизу газоны. Пламя, Охватив газоны, Понеслось дальше, Вскоре Заполали Салатовым цветом Березы, Тополя, Акации, Изумрудный огонь Пробежал По кустам сирени. На следующий день Полыхал Весь город. Ветер Раскачивал Зеленые клубы Нежной листвы И весенний пожар Разрастался. АПЛОДИСМЕНТЫ Я помню Огромное впечатление На меня произвел Цикл потрясающего композитора Микаэла Тривердиева. Я так и запомнила Цикл Тривердиева. И только когда Эти новеллы, Песни, Когда они вошли В мой репертуар, Я По-настоящему Познакомилась С этим поэтом. Полюбила его. Григорий Пожинян. Он удивительный. Знаете, Юноша ушел на войну И был Таким отважным Краснофлотцем, Что о нем Ходили легенды По всему флоту. Но вот Мне очень близко То, Где есть Его Нежность. Попрощаюсь И в седло С порога. В детстве Любил скакать Морокко, Чтобы Огорченными Руками Всех Отрыть Засыпанных Песками. И Жалел Печальных Бедуинов, Ничего Не знавших Про Дельфинов. А Дельфины Это Те Ж Дети Плачут, Если Их Заманут В сети Не Кричат, Не Рвут Капрон, А Плачут, Словно Эти Слезы Что-то Значит. А Еще Я Думал Об Оленях У Отца Усевшись На коленях Как Они Бредут Забыв Про Отдых Мыть Рога От Крови В Теплых Водах Как Сорока Любит Олениху Как Сорока Бьет Ворону Лихо Если Та Над Олененком Кружит Пусть Охотники С Оленем Дружат Пусть Его Не Тронут И Добавил Пусть Слоны Не Тонут Я Очень Счастлива Тому Что Со Многими Моими Авторами Стихов Песен Я Не Просто Была Ей Знакома Ну И Дружна Я Понимаю Что Жизнь Творца Время Творца На земле Очень Ограничено Помните Акуджавское Берегите Нас Поэтов Берегите Нас Остается Век Полвека Год Неделя Час Вообще Тема Времени Мне кажется Что она Какой-то Красной Строкой Проходит Через Все Творчество Юрия Левитанского Он Так Чувствовал Понимал И так Много Писал Об этом Собирались Нас Гора Обнимались Ласково Пели Балагурили Пили Курили День Прошел Как Не Было Не Поговорили Виделись Не Виделись Ни за Что Обиделись Помирились Встретили Шуму Натворили Год Прошел Как Не Было Не Поговорили Так И Жили Нас Кара И Любили Нас Кара Не Жалея Тратили Не Скупясь Дарили Жизнь Прошла Как Не Была Не Поговорили И Илья Вайс На Стихе Марина Цветаева Я Б Хотела Жить С Вами В Маленьком Городе Где Вечные Сумерки И Вечные Колокола И В Маленькой Деревенской Костинице Тонкий Звон Старин Часов Как Капельки Времени И Иногда По Нечерам Из Какой Нибудь Мансарды В Лето В Лето И Сон Флетист В окне И Большие Тюль Пады На Окнах И Может Быть Вы Даже Меня Не Любили Я Б Хотела Жить С В Маленьком Городе Где Вечные Сумерки И Вечные Колокола И Может Быть Вы Бы Даже Меня Не Любили Александр Вертинский ПЕСНЯ 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 В пыльный Маленький Город Где Вы Жили Ребенком Из Парижа Весной К Вам Пришел Туалет В ЭТОМ ПЛАТЬ ПЕЧАЛЬНОМ Вы КАЗАЛИС Орленком БЛЕДНЫМ МАЛЕНКИМ ГЕЦЕГОМ Сказочных ЛЕВ В ЭТОМ ГОРОДЕ СОННОМ Вы ВЕЧНО МЕЧТАЛИ О ПОЛАХ О ПОЖАХ И ВЕРИНИЦАХ КАРЕТ И ОТОМ КАК НОЧАМИ В ГОРЯЩЕМ ВЕРСАЛЕ С МЕРТВЫМ ПРИНЦЕМ ТАНЦИТЕ ВЫ МЕНУЭТ ТАНЦИТЕ В ЭТОМ ГОРОДЕ СОННОМ БОЛОВ НЕ БЫВАЛО ДАЖЕ НЕ БЫЛО ПРОСТО ПРИЛИЧНЫХ КАРЕТ ШЛИ ГОДА ВЫ ПОВЛЁКЛИ ПЛАТЬ УВЯЛО ВАШЕ ДИВНОЕ ПЛАТЬ НЕ ЗОНГА ВЛЕТ НЕ ЗОНГА ВЛЕТ САМИН МЕЧТЫ СУМАШЕДЬ СУМАШЕДЬ ПЛАТЬ И ВЛЕТ НЕ ЗОНГА ВЛЕТ В ВАШЕ ДИВНОЕ ФИАЛКИ ЦВЕЛИ И КАКИЕ-ТО ЛЮДЫ ЗА ВАМИ ПРИШЕДШИЕ В КАТАФАЛКИ ПО ГОРОДУ ВАС ПОВЕЗЛИ На слепых лошадях Колыхались плюмажки Старый попик любезно К одинам махал Так весной В Будафорском Смешном экипажике Вы поехали к Богу На слепых лошадях Я часто задаю себе вопрос Как бы сложился поэтический путь Владимира Маяковского, Если бы не революция И сама себе отвечаю Конечно, конечно Это были бы стихи Какие мог написать стихи Человек, который так тонко Чувствовал потребность В том, чтобы защитить Самое беззащитное Скрипка из дергала Супрашивая И вдруг разревелась Так по-детски Что барабан не выдержал Хорошо, хорошо, хорошо А сам устал Не дослушал Скрипкины речи Шмыгнул на горящий Кузнецкий И ушел Оркестр смотрел Как Выплакивала скрипка Без слов Без такта И только где-то Глупая тарелка Влязгивала Что это? Как это? Как это? Как это? А когда Геликон Медно рожей потный Крикнул Дура Плакса Вытри Я встал Шатаясь Полез через ноты Сгибающиеся Под ужасом Питры Зачем-то крикнул Поши Бросился На деревянную шею Знаете, что скрипка Мы ужасно похожи Я ведь тоже ору А доказать Ничего не умею Музыканты смеются Влипкак Пришел к деревянной невесте Голова А мне наплевать Я хороший Знаете, что скрипка Давайте будем жить Вместе Аплодисменты смеются Сегодня я вижу Особенно грустен твой взгляд И руки особенно тонкие Колени обняв Послушай Далеко-далеко На озере чат Изысканный Бродит Жираф Ему Грацузная Струность И негода И шкуру Его украшает Волшебный узор С которым Равняться Осмелится Только луна Дробясь Дробясь И качаясь На влаге Широких озел Вдали он подобен Цветлым парусам корабля И бег его плавен Как радостный птичий Поет Я знаю Как много чудесного Видит земля Когда на закате Он прячется В мраморный Грот Я знаю Веселые сказки Таинственных стран Про черную деву Про страсть Молодого вождя Ну а ты Слишком долго Вдыхала Тяжелый туман Ты верить не хочешь Во что-нибудь Кроме дождя И как я тебе расскажу Про тропический сад Про стройные пальмы Про запах Немыслимых трав Ты плачешь Послушай Далеко Но серчат Изысканный Бродит Жираф Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Действительно, очень трудно бывает вообще понять жанр, в котором ты находишься, что это. Но вот Владимир Высоцкий. Действительно, очень трудно бывает. А воротами на проезжий тракт Хочешь стать, я устал, а лошадок распряг. Эй! Живой кто-нибудь? Выходи! Помоги! Никого! Только тень промелькнула в синях, и стерлятник спустился и сузил круги. В дом заходишь. Как? Чудной разговор Кто-то песню стонал И гармошку терзал А припадочный, А припадочный малый придурок и вор Мне тайком из-под скатерти Нож показал Кто ответит Мне Что за дом Такой По чему Во тебе Как барак Щурной Свет лампад Погас А воздух Пылился А лежить У вас Разучились А Двери настиж У вас А душа Взаперти Кто Хозяином Здесь Поил бы Вином А в ответ Мне Видать Был ты долго в пути И людей Позабыл Мы Всегда Так Живем Траву Кушаем Век Начали Скисли Душ Обращали Да Еще Вином Много Тешились Розоряли Дом Трались Вешались Я Коней Заморил От волков Ускакал Укажите мне Край Где светло От лампад Укажите мне Место Какой Искал Где поют Они Стонут Где пол Не покат О таких местах Не слыхали мы Вечно Жить По тьмах Привыкали мы Испокон Мы В следа Шепоте Под иконами В черной Копоте Из смрада Где коса Весят Образа Я башку От чертя Шел свободно Отпут Куда Ноги несли И глядели глаза Глядя Странные люди Как Люди живут Сколько Кало Сколько Склынуло Жизнь Кидало Меня Не докинуло Значит Спел Про вас Неумелая Очень Черная Скатерть Белая Аплодисмент 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 Шла Отдельно Книгу Его Стихов И Как Заново Открыла Жажда Уставших Коней Да Утолится Зерно Жажда Сожженных Полей Да Утолится Посевом Да Возвратится Любовь В сердца Разоренные Страхом И Гневом Как Возвращается Путник В Покинутый Дом Слезы Горячие Наши Да Долеют Броню Души Незрячие Наши Да Сподобятся Вечного Света Не Погуби Пощади Пожалей Возлюби Человек Человека И Простится Тебе На земле И Воздастся В раю Жажда Уставших Коней Да Утолится Зерном Жажда Сожженных Полей Да Утолится Посевом Да Осенит Тишина Сердца Разоренные Страхом И Гневом Как Осеняют Березы Отеческий Дом Слезы Горячие Наши Лягут Росой На луга Лягут Росой На луга Высоко Поднимутся Травы И Зарастут Пепелища И Зарастут И Раны И Простит Нам Обиду Душа В Небесах Героиня сказки Героиня сказки с трагическим концом Это Ника Турбина Я Я Познакомилась с ней Буквально Через Месяц После того Утро Ее Жизни 6 марта 1984 года Когда Она Просто проснулась Знаменитой Потому что Газета Комсомольская Правда На всю Полосу Поместила Ее Стихи С предисловием Юлиана Семенова И Это было Так Невероятно Было очень трудно поверить Что Эти стихи Написала Девочка От 5 до 9 лет Это была настоящая Сенсация А когда я ее увидела В ее квартире В Ялте Передо мной стояло Просто такой маленький принц Милое Открытое существо Но как только Как только она начинала Читать стихи Тут Тут я переставала Понимать Кто Передо мной Глазами Чьими Я смотрю на мир Друзей Родных Зверей Деревев Птиц Губами Чьими Я ловлю Росу С упавшего Листа На мостовой Руками Чьими Обнимаю Мир Который Так Беспомощен Непрочен Я Голос свой Теряю В голосах Лису В полей Дождей Метели Ночи Так Кто же я Эта Загадка Так До сих пор Мной Неразгадана Очень Быстро Вот Эта Нахлынувшая Слава Она Обернулась Почти Забвением У нее Такие Пророческие Строчки Я Как Сломанная Кукла В грудь Забыли Вставить Сердце И Оставили Ненужной В сумрачном Углу Вот Ее Оставили Ее Оставили И Но ведь К двенадцати Годам Это Было Невероятно Она получила В Италии Премию Золотой Лев Была Издана Ее Книга Книга Ее Стихов Ушла Большая Пластинка Фильмы Бесконечные Интервью И Вдруг Постепенно Все Все Ушло Она Прожила 27 лет Вот Я Пересматриваю Стихи И Поражаюсь Образом Который Мог Семилетней Девочки Я трамваем не поеду Осень рельсы заметают Я останусь просто дома У раскрытого окна Соберу в ладони звуки Как туманы собирают Утром дворники В корзины поторапливая день Ветер листьями закружит Не спуститься по ступенькам И И захлопнется окошко И захлопнется окошко Битым Зазвеня стеклом Я трамваем не поеду Звуки осень обгоняют Я останусь просто дома У разбитого окна АПЛОДИСМЕНТЫ 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 С детских лет Поверил я Что от всех болезней Капель датского короля Не найти болезней И с тех пор горит во мне Огнём твоей веры Капель датского короля ПЕЙТЕ КАВАЛЕРЫ Капель датского короля ПЕЙТЕ КАВАЛЕРЫ Капель датского короля Или королевы Это крепче, чем вино Слаще карамели И сильнее клеветы Страх и холеры Капель датского короля ПЕЙТЕ КАВАЛЕРЫ Капель датского короля ПЕЙТЕ КАВАЛЕРЫ Рёв орудий пост И звук Звон штыков и садин Растворяется легко Звонит их капель Солнце май Арбат в любовь Уже нет карьеры Капель датского короля ПЕЙТЕ КАВАЛЕРЫ Капель датского короля ПЕЙТЕ КАВАЛЕРЫ ПЕЙТЕ КАВАЛЕРЫ Если правду Прокричать вам Мешает Кашель Не забудь Отхлебнуть Тех чудных капель Перед вами Пусть Стоют Прошлого Примеры Капель датского короля ПЕЙТЕ КАВАЛЕРЫ Капель датского короля ПЕЙТЕ КАВАЛЕРЫ В белый свет я вошел, но нигде на свете Мне, представьте, не пришлось Встретить капли эти Если ж вам вдруг повезет Вы тогда безмерны Капли датского короля Пейте, кавалеры Капли датского короля Пейте, кавалеры Капли датского короля Пейте, пейте, кавалеры Капли датского короля Пейте, кавалеры Субтитры создавал DimaTorzok